Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Пермансер, это новое видео по игре Браза Файр 3, приятного просмотра. В предыдущей серии мы починили маяк, маяк, почему постоянно говорю маяк, если это портал? Портал на точке отправления А, вот, и там нам открылись какие-то пути прохода в разные места. Насколько я знаю, а точнее, насколько я прочитал в прохождении, я изгодка его почитываю, так сказать, для своего же развития, так сказать. Вот, что нам надо отправляться в Драгоньер, вроде как, или не Драгоньер, или на склады, по-моему, на склады какие-то. Поэтому давайте сейчас по-быстрому сходим закупимся. Я знаю, помню о том, что у нас вообще никаких медикаментов нет практически. Надо по-быстрому сходить закупиться этими медикаментами и отправляться. Так, у нас есть как раз-таки денежка на то, чтобы закупиться немножко. Так, вам нужно оружие? Да было бы неплохо, на самом деле. Давайте посмотрим. Так, пламенный шоттл. Нет, пламенный шоттл нам не нужен. Огония доспехов. 14 тысяч. Давайте купим. Бериловый жезл. Повышать интеллект. Давайте купим. Он нам нужен, я думаю, будет. Адамантовые пули. Адамантовые пули. Да тоже, наверное, взять надо будет. Так, давайте снарядим то, что купили. Адамантовые пули. Бериловый жезл. Огония доспехов. А, ну еще я там купил какой-то костюмчик, да, по-моему? Нет, не купил. Давайте продадим все, что имеется. Так, продажа. Барбароса два штучки. Клинок смерти. Усыпляющие пули. Самонаводка. Черный посох. Баселард. Что ты вообще такое? Нет, дай ты славенькая. Гигантес тоже продаем. Мечасуры. Вот, мечасуры я, пожалуй, пока оставлю. Янтарная броня. Продать. Треугольный щит. Продать. Что ты мне подсказываешь, что я зря это все продаю? Так, ну 57 тысяч у меня есть. Теперь так. Шипастые наручи. Три штуки. Оформить. Так. Черный шлем. Черные доспехи. Черный шлем мне точно не нужен уже. Ряса мудреца. Две штучки. Оформите, пожалуйста. И один черный шлем. Так, снаряжаем. Так, здесь ряса мудреца. Здесь тоже ряса мудреца. Так. Здесь у нас шипастые наручи. Черный шлем. А, все-таки янтарную броню я зря продал. Ладно. Не важно. Так, и сюда шипастые наручи. Угу. Так, нефриловый шлем надо продать. У меня их оказывается много. Так, рукавицы. Все. Одеяние ветра тоже не нужно. Серебряный шлем не нужен. Чешуйчатые латы не нужны. Черный щит. Зачем я его купил? Баклер тоже. Что у нас еще остается? Да, по сути, ничего больше. Так, пойдемте закупимся медикаментами. Мне нужен витамин. Штучек 49. Так. Панацея у меня еще сколько? 25 есть. Давайте. 25 еще возьмем. На всякий случай. Так. На шаттер еще имеется? Почти нет. Давайте еще штучек 6 возьмем. Ну и лечебные травы еще возьмем. Да по максимуму, наверное, закупим. Она не особо дорогая. Ну все, получается. Уходим отсюда. Так, уходим. Назад в колонию. На нас нападают. Хидарон. Опять ты. До свидания. Так. 112 очков опыта. 25 зене. Поднимаемся наверх. Я думаю, успеем. Успели. А нет, не успели. Ну, по трассу, я думаю, мы тоже уберем сразу. Так, 62 очков опыта. У Момо появилась способность комета. Приятно. Так, улетаем отсюда. Так, приходим сюда. Портал активирован. Текущее местоположение. Точка отправления А. Введите место назначения. Контейнерная станция. Место назначения контейнерная станция. Место назначения задано. Отлично. Улетаем туда. Так, тут мы видим... Очередной... Как это называется? Очередной ген дракона. Свет. Забавно. У нас есть еще... Есть еще... Как он называется-то правильно? Ген дракона... Тьма. Серьезно? Уверните, пожалуйста. Угу. Понятно, ревнию вернулся. Ну, хоть опыт получили, по-моему. Денег, конечно, не дали, но хоть опыт. Хоть опыт. Так. Давай сам себя вылечим. А зачем я это сделал? Если мне нужно было просто лечение. Взял ману, просто потратил. Молодец. А спуститься мы здесь не можем, да? Да. Что у нас здесь имеется вообще? По сути, ничего. Обидно. Ну что, нам здесь, получается, сделать тогда нечего. Так, ну теперь пойдемте. Текущее местоположение. Драгоньер. Мне нужен теперь. Драгнир. Место назначения задано. Ну, в путь. Ух ты. Деревушка. Чтобы вы понимали, для меня это тоже впервые. Вы только что вышли отсюда? И куда-то пошел. Дедуля, ты кто? Хм, так-так. Собирайте всех. Настало время пиршества. Пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Я Греол. Глава этой деревни. Итак, хочу донести до вашего сведения, что все мы здесь. Такие же, как и вы, господин Рю. Из клана Драконов. Не стоит беспокоиться, о могучий страж. Во время Великой войны мы отреклись от своих сил. И сбежали в эти земли. Чтобы не быть найденными стражами. Хе-хе. Именно так. И все ради этого момента. Этого момента? Что вы имеете в виду, бабушка? Вскоре вы об этом узнаете. А пока что отдыхайте. В свое удовольствие. Дитя Дракона и... Его доблестные спутники. Какие страшные вещи творятся. Кушайте, кушайте. Это мясо поможет восстановить силы. Истощенные пустынной жарой. Пустынной жарой? Что? Что? Рю, а куда ты пошел? Мы ожидали твоего прибытия, Дитя Дракона. Рю. Это было предсказано много поколений назад. Ой, не нравится мне что-то это. После нашего поражения враги решили стереть нас с лица земли. Ради выживания дракония морода пришлось выбирать. Или отречься от своих сил, как мы. Или... Зачачить себя глубоко под землей. Многие сородичи, что спрятались под землей. Зачав дитя, многие из них впали в глубокий сон. Дабы однажды клон драконов вновь... ...возродился к жизни. И этот момент настал. Вскоре дитя очнется. Рю, ты пришел сюда... ...в забытый всеми город клана драконов. Драгнир. Называй это судьбой, если хочешь. Тот, кого ты ищешь, мы можем рассказать тебе о местонахождении этой особы. Твоего заклятого врага. Богиня Мирьи. Рю, ты должен пробудить свою истинную силу. А затем встретиться с лицом к лицу с богиней. Даже так? Господин Рю, вы проснулись? После первого вы точно же заснули. Если вы ищете своих товарищей, то они снаружи. Мда. Что-нибудь есть? Опять чернила навыков. А здесь? Ничего. Ну, пойдемте выйдем отсюда. Смотрите-ка, кто проснулся. А клан драконов потрясающий народ. Кто мог подумать, что они все еще живут в этом богом забытом месте? Интересно, как там себя чувствует Гарланд? Ведь он находится в городе, окруженный теми, кого он раньше считал врагами. Он вон там и выглядит довольно подавленным. Пошли взбодрим его. Гарланд, где он? Где ты его нашел? Ты кто? Вам что-нибудь нужно? Смотри, что ты предлагаешь. Воу. По-моему, я накосячил. Ну, ладно. Хотим мультивитаминов запустим, закупим. Дамасский меч и дамасские латы. Это прям хорошо, наверное. Где Гарланд? Вот он. Хоть они и не участвовали в Великой войне, я по-прежнему являюсь заклятым врагом всех и каждому в этой деревне. Все эти люди относятся с подозрением к тому факту, что Тирио привел меня сюда. Я отправился с тобой в это путешествие, потому что утратил веру, поставил под сомнение правильность своих поступков, совершенных в далеком прошлом. Но это не повод, чтобы мужчины и женщины в этой деревне начали доверять мне. В их сердцах Великая война все еще продолжается. Может, оно и так, старик. Но разве стоит из-за этого впадать в уныние? Да, быть может, эти люди и возлагали большие надежды, возлагают большие надежды на силу их спасителя. Хотят с его помощью проучить твоего бога. И может, наши планы о встрече с ним сейчас уже и не кажутся такой хорошей затеей. Но это ведь ты сказал нам пойти вместе с тобой, если мы хотим получить ответы на наши вопросы. Хватит уже вдаваться в высокие материи, черт побери. Какое тебе дело до того, что думают другие? Главное, это то, что думают о тебе Рю. Разве не так? Господин Рю, старейшина желает увидеться с вами. Среди нас он самый старший. Единственный из клана, кто видел Великую войну собственными глазами. Подойдите к колодцу в центре деревни. Старейшина ждет вас внутри, под землей. Ну, так. Пропустите, пожалуйста. Сюда, что ли? Ну, пойдем. Не нравится мне, правда, это, но пойдем. Ладно. Окей. А здесь место, похожее на арену. Вот что-что, это мне уж точно не нравится. О, а это эмблемка из заставочки. Прикольно. Ну, давайте обыщем здесь все. Вдруг что-то вкусненькое есть. Так, здесь больше нет ничего. Здесь все закрыто. Так, так, так. А вот какой-то старейшина. Ты пришел. Добро пожаловать, Рю. Ну, пусть мой вид не пугает тебя. Я хороший парень. Подойди ближе, дитё. Ой, дитя. Дитё. Хм, ты обратил внимание на фреску по пути сюда, Рю. На ней запечатлена история противобарства нашего клана. Наша история уходит в глубины веков. Она началась еще задолго до Великой Войны. Это история о нескончаемом противостоянии с вновь и вновь... Короче, чего-то там в мире. В каждую эпоху среди драконов появляются герои, которые со своими друзьями продолжают всеми силами бороться со злом. Злом принимающим то человеческий, то дьявольский облик. И имя ему Мириа. Мириа. Так зовут богиня урканцев, бога которого ты ищешь. Конечно, урканцы никогда не произносили ее имя вслух. И держали ото всех в секрете. Личность своего врага, клана драконов. И раз уж речь зашла о бурканцах, я бы хотел поговорить с товарищем другом, стражем. Приведи его сюда. Страж. Нужно отдать вам урканцам с мире и должное. Когда вы решили избавиться от клана драконов, вы ведь себя совсем не сдерживали, правда? Но тебе нужно понять одну истину. До тех пор, пока вы отказываетесь называть своего бога по имени, как и своего врага, никто никогда так и не узнает истинную причину нашего истребления. У достопоченной старейшины, вы ненавидите нас? Ненавижу. Среди нас не надо полагать, такие найдутся. Но только не я, страж. Нельзя позволять себе быть ослепленным ненавистью. Напрасно проливать кровь по каким-то пустякам. То, что случилось между нами, было судьбой. Судьбой? О, достопоченной старейшины. Что вы имеете в виду? О, достопоченной старейшины. Пожалуйста, объясните мне. Хватит уже называть меня старейшиной. Ты такой же дряхлый старик, как и я, сам. Все, уйди, ты мне надоел. Теперь я заговорю только с хорошенькой... с хорошенькой девушкой. С девушкой? Это, скорее всего, Нина, да? Надо Нину привезти. Ну, пойдемте за Ниной. Нина где-то болтается рядышком. Я ее видел. Ну, или, по крайней мере, была здесь рядышком. Возле вот этой собачки. Может, это и не собачка в целом? Так, из деревни выйти можно, интересно, нет? Хотя я полностью деревню-то еще даже не осмотрел. Но здесь, я так понимаю, можно отдохнуть. Да, я хотел бы отдохнуть, кстати говоря. Там по-любому у нас невосстановленные ХП еще имеются. Все остальное. Поэтому, пожалуй, отдохну. Так, да, из деревни можно выйти. Так, лагерек мне нужен. Надо взять Нину в отряд. Я хочу поменять членов группы. Гарланд, ты меняешься на Нину. И это не исключено. Ой, и это... Короче... Не обговаривается. Хотя нет. Гарланд, ты и остаешься в отряде, мне Рай не нужен, значит, получается здесь. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Я так понимаю, там просто трое будут замешаны в этом разговоре. Нина, Гарланд и Рю. Ну, Рю, правда, не разговаривает. Вообще. Драгнир. Вернемся сюда. Кстати, первое место более-менее безопасное. По пришествии сюда, типа, вообще... Никто не атакует, ничего. Врагов практически нет. Ну, как практически, вообще нет. Итак, поднимаемся по лесенке. Опять фресочка. Ну, вот у нас получается страж. Как раз-таки, скорее всего, Нина. Дракон. Не, не дракон. Просто воины. Вот они уже, драконы пошли. И вот какие-то маги непонятные. Нет, не точно, как бы. Чисто мое предположение. Так, ну-ка. Так-то лучше. Приготовься, юное дело. Сейчас я расскажу тебе о судьбе клана драконов. И... Богине Мирии. Я слушаю, дедушка. Тула тоже хорошая девочка. А теперь слушай внимательно. Наш народ вечно боролся с богиней Мирией. Из века в век и по всему миру. Потому что она пыталась разрушить мир, а драконы его защитить. Не все так просто, юное дело. Подумай сама. Ведь если бы это было правдой, то после нашего поражения в Великой войне, мир тут же бы уничтожен был. Разве не так? Кроме того, быть может мы и представляли угрозу для мира. Наша сила была настолько велика, что могла его разрушить. Миря страшилась этой силой и приняла решение искренить нас. Но... Тогда получается, что... Рю злой дракон. Нет, нет. Не спеши с выводами, юная дева. Мы проиграли войну, потому что ничего не предприняли. Если бы мы дали отпор и стали сражаться в полную силу, мы бы в самом деле могли бы уничтожить мир. Хотите сказать, что клан драконов был озабочен судьбой мира, и они совсем не злые? И это тоже не совсем так. Я хочу рассказать тебе о еще куда более важных вещах. Не могла бы ты подойти ко мне чуть-чуть ближе, юная дева? Вот так, дедушка? Да-да, именно так. А теперь нагнись. И поцелуй меня. Что? Я говорю, что мне делать? Блин, ну ты... На самом деле... Я даже не знаю, что сейчас в данный момент ответить. Меня спрашивают, типа, не обязательно, или делать что хочешь. Просто как бы оно закончилось. Да, собственно, я думаю, нет смысла как-то отвечать правильно. Вот. Меня спрашивают не обязательно. Пускай так будет. Да-да, верно. Хо-хо-хо. Что ж, я получил свой поцелуй. И теперь мне не о чем сожалеть. Что? Осталось уладить последнее дело. Рю, подойди ко мне. Еще раз. Ну, пошли. Рю, ты должен был уже догадаться, что это наш последний с тобой разговор. Ты готов к тому, чтобы... Что последует дальше? Хм... Ну, да, наверное. Наш клан ждал в этих землях... Ждал момента, когда здесь появится дитя, дракона. Дабы однажды завещать ему истинную... Силу. Поэтому-то мы и отреклись от своей мощи. И перебрались жить. В эту безлюдную пустыню. В пустынную землю. Что... Чтобы скрыть эту силу от хищного взора богини. И передать ее будущему поколению. Чтобы провести мирию и заставить поверить ее в... Уничтожение нашего клана. Не знаю, сработала ли наша маленькая хитрость. Но мы... Смогли защитить сущность клана драконов. Здесь, внутри меня. Я готов передать тебе эту силу. Рю. Кровь от моей крови... Ты должен забрать мою силу. Однако... Дабы оградить себя от обнаружения богиней, мы... Установим специальные магические барьеры. Вокруг этой комнаты. Другими словами... Здесь ты не сможешь воспользоваться драконьей силой. Я же обрушил у тебя всю мощь, которую я владею. Владеет наш клан. Но ты же должен будешь полагаться на свои собственные силы. А вот с этой стороны... Это очень страшно. Ё-моё. А то что такое большое? Так... По идее, мы можем у него полю... Ну, так вот. Что-то выучить. Но двойной удар нам не нужен, явно. Минусы. Не на сразу. Просто моментально. Рю. Давай, воскрешение. Гарланд, а ты у нас... Что ты у нас умеешь? Давай, опасный удар. Хотя бы. Маги у нас толком нету. Здоровья у него, по идее, много. Я, наверное, зря не сохранился, да? Драконьей силой я пользоваться не могу. Я правильно помню? Да. Трансформация у меня закрыта. Ну что, получается. Супер серия. Нина. Нина у нас будет в качестве... Она лечить не умеет. Хотел сказать, она будет в качестве лечения. Она лечить не умеет. Тогда молния. Гарланд, а ты у нас... Сам себя подхиливаешь. Тогда получается. А чем ты себя хилить будешь? Мультивитамином. Вопросов немного. Так. 4 из 6 ударов. 308. Да, урона прям много. Поясничная боль, я так понимаю, это пропуск хода. По сути, с какими-то там дополнениями. Так, Рю. Повторяем. Нина, повторяем. Гарланд. Ну, а нивеляция вряд ли сработает. Ну, давай вот так хотя бы. Серьез 6 ударов. Еще 282 хп. Блин, это заклинание можно было бы, наверное, выучить. Ну, мы, походу, с ним не справимся. Почему-то мне так кажется. Так, Рю. Опять суперсерия. Нина, молния. Нет, стоп. Нина не молния. Нина, лечи себя. Где у нас витамины обычные? Тебе витамина хватит. Так. Давай попробуем вот так. В серии 7 ударов. Так, Рю. Повторяем. Молния. Гарланд. Пламя просто. Наверное, униноим копьем надо было бить. Крест. Круг. Квадрат. Крест. Треугольник. Что, я так медленно нажимал, что ли? Я же вроде нигде не ошибся. Опять поясничная боль. Да, понятно. Урона немного. Очень немного. Так, Рю. Суперсерия. Нина. Давай тайфуном теперь. Гарланд. Давай огненное копье. Суперсерия. Суперсерия. Суперсерия 6 ударов. Еще 300 хп. У меня мана, походу, кончится скорее, чем я его убью. Сейчас придется использовать 20 маны урил. Хотя нет. Хе. Хотя нет, не придется. Во, вот это уже другой разговор. Урон повыше. Надо было сразу им пользоваться. Так, у нас же есть такие вещи, как другие удары. Суперсерия 6 ударов. Суперсерия 6 ударов. Стужа. Стужа. Так, стоп. Нет. Никакой стужи. Витамин на себя. Гарланд. Витамин на себя. 85 нет это мало этого очень мало много отнимает кто поинтереснее понятно дофига давай двойной удар не на витаминку гарланд мульти витаминку так теперь горланд живи ну горланд выживет прекрасно опять супер серия не на дыма у нее тогда уж и огненное копье 6 ударов все это была последняя супер серия больше не смогу из него выдавить так как мана кончилась так что мы теперь можем с ними сделать как раз попробуем не надо молния гарланд давай огненное копье не удалось ничего украсть ну и ладно не на почти труп сразу такому что у меня все-таки есть вид метр чего-нибудь такого типа установление маны о есть используй так а чё у нас дает летущая рыба 20 хп не 20 хп мне не надо у меня есть вещь поинтересней витаминку на себя гарланд ну съешь маленький плод на десяточку на двадцатку ну тебе хватит ну тогда сейчас продолжим веселье поясничная боль так рю продолжаем супер сериями закидывать не на молния так и он огненным копьем серия 6 ударов 304 хп нормально я думаю мы хотя бы до половинка подошли нет вальхала а вот это не есть хорошо он убил его походу дошли до половины хп нашатырь гарланд мульти витамин потом на него где мульти витамин это а ну отлично все в порядке все в порядке вещей он лучше вместо этой вальхала блин ударил бы огненным вихрем больше был польза было от него гарлан ты на себя витаминку прими не туда нажал бывает двенадцать маны просто она куда-то там ну ладно не суть не проблема тем более там поясничная боль нормально что нибудь еще сейчас чудо нём ну я надеюсь по крайней мере на это давайте рубить их так начали и семи даров 350 так и супер серия не на витамин на рю гарланд огненное копье опять двенадцать маны в утиль просто все опять кто-то умрет да нет никто не убер повезло так не на лечись витаминкой гарланд тоже витаминку съешь шесть ударов за сколько у тебя хп ты еще ну дядь может пора заканчиваться мне почти моно точно в этот раз кончилось потому что у меня больше нету запасной так сказать это было последнее шесть ударов там уже урона порядка тысячи трех наверное было нанесено было нанесено было нанесено горланд лечись 7 ударов кончился у 2000 опыта не на выучила ледяную шторм нет денег у него совсем великолепно рю твоя нет ваша сила не знает границ хорошо я завещаю тебе величайшую силу драконов подойди сюда дитя я дарую тебе огромную силу силу которая может пошатнуть основы мироздания силу бесконечности с ее помощью мир будет в твоем распоряжении но послушай меня рю это лишь одна из способностей которые богини не безосновательно боится другая же это умение заводить верных друзей герои нашего народа все время сражались бок о бок со своими соратниками вместо одерживали верх над богом над богиней однако тебе не обязательно идти по пути предшественников сила твоя рю делай с ней что пожелаешь прощай рю дитя в котором течет моя кровь рюк чувствует как сквозь него струится небывалая мощь пробужденная скрытые пробуждает скрытые силы найден ген бесконечность и ё-моё ну пойдемте отсюда делать здесь больше нечего сейчас только выползем нас сразу вопросами накинуть чё сказал зачем сказал почему да что вы сделали ну как я и сказал я гляжу вы открыли в себе истинную силу бесконечности в таком случае я расскажу вам где можно найти богиню господа вы должны будете отправиться в путь далеко на север отсюда к пустыне смерти более подробно вам объяснит вон тот человек по имени хойс значит перед уходом нам нужно переговорить вон тем мужчиной по имени хойс верно все верно хойс укажет вам путь мы все с нетерпением ждали этого дня дня когда дитя дракона исполнит заветную мечту нашего народа мы полагаемся на вас господин рю так короче получается вы готовы отправиться в путь я проведу вас до начала пустыни подожди понятно дайте мне знать когда вы будете готовы так выйти из деревни я не могу здесь бабушка торгует травами а я бы хотел найти место где переночевать и сохраниться с журналом там со всеми делами пустыня смерти находится на севере по ту сторону место называемого заводом обо всем остальном вам расскажет хойс я не интересовался сейчас где и какая пустыня смерти и чё к чему так вот здесь я могу переночевать это я точно знаю а сохраниться я могу здесь хотите лечь спать да хочу ману надо восполнять ману хп-шечки всякое такое вот нет сохраниться я здесь не могу и это меня напрягает так и чё мне делать выйти я с этой локации не могу опа бог драконов что в памяти живущих ныне не осталось и следа о моем существовании кто же взывает ко мне хм твое имя рю вот как значит этот день наконец-то настал я божество из дерева из древних времен бог драконов я знаю зачем ты явился ко мне тебе нужна сила нет прощай надеюсь мы вскоре увидимся вновь а подожди ты учитель что ли если учитель то я наверно с тобой сейчас побазарю на этот счет может быть ты даже мне очень будешь полезен хм твое имя рю да 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 вот как значит день наконец настал да 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 бла 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 ну хорошо давай да давай ответим да да что ж хорошо похоже ты пробудил в себе скрытые силы дракона думаю ты готов к тому чтобы получить и мои собственные кто будет обучаться как раз таки рю хорошо тогда я наделяю тебя рю частичкой своих сил кто нибудь еще нуждается в моей силе не знаю возможно гарланд хорошо тогда я наделяю тебя гарланд частичкой своих сил кто нибудь еще желает нет больше никто а я себе рассказать не хочешь прощай надеюсь мы вскоре увидимся вновь я действительно не могу нигде здесь сохранится походу придется соглашаться на хойса чтобы выйти из локации других вариантов нет да давай 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 ну идем хотя этого я очень не хотел а все все в норме так нажимаем лайг и и вон появился хойс что вы хотите сделать я хочу сделать запись о путешествии потому что отдохнуть я уже отдохнул так сохраняемся ну а на этом все если понравилось видео ставьте лайки и подписывайтесь на канал пишите комментарии подписывайтесь на группу вконтакте увидимся позже всем пока спасибо спасибо спасибо